Итак, у нас второй день путешествия на роликах из Бангкока в Коакин. Время сейчас 8.30, я только что позавтракал, вот только что одел ролики и выдвигаюсь из города под названием Самутсакон. Вот это ближайший к Бангкоку город на юг в сторону города Самутсангран, где-то примерно километров 40. Я скоро должен пересечь речку под названием Тачин, довольно-таки большая речка. Так, ну что, выдвигаемся. Сейчас машин довольно немного, утренние часы. Вчера, когда я сюда заезжал, была куча машин и вообще жесть. Я удачно просто доехал сразу до отеля и, собственно, отдохнул. Очень прекрасно отдохнул, чувствую себя отлично. Я переполнен ожиданиями, какой будет сегодня классный день. Цель на день тоже никуда не торопиться, а получать удовольствие, продвигаться. И вот, собственно, я уже начал свое продвижение. Скоро где-то через километр, два или три будет мост. Вот, потом придется, видимо, поехать по шоссе. По большому шоссе с литерой 4, по-моему. То есть, как бы одно число, это значит трасса большая. Но когда я готовился, по гуглмапсу смотрел, там в основном есть такая боковая специальная полоса для мотоцикла. И, ну, поэтому как бы должно быть не сильно опасно. По крайней мере, я буду максимально осторожен. Так, мне сейчас надо просто еще вкатиться, привыкнуть к роликам снова. Так, здесь движение... Движение все-таки городское. Надо посторожнее, блин, все поворачивают сюда. Меня-то не видно особо. Так, ну ладно, все, подвигали вперед. Народ на работу едет. Все-таки машин довольно много. Внутренний час едут на работу, так походу. Аккуратно переходим дороги. Так, ну вот. Я должен скоро в эту влиться в большую трассу с литерой 4 и двигать по ней. Я надеюсь, сейчас из города выйду. Куда не будет вот так много перекрестков, загруженности. Сейчас, в принципе, вот я сейчас еду, посвободнее стало. Видимо, из города уже выезжаю. Впереди перекресток, а мне нужно направо. Ладно, сейчас убираю камеру. Не хочу рисковать сильно. Буду аккуратно это как-то переодолевать. Потому что непонятно, то ли я пешеход, то ли я транспортное средство. Но я не могу. Средние полосы я бы не хотел сейчас вставать. Тут такой он перекресток, что мне нужно среднюю полосу, по идее. А не налево. Я попробую сейчас налево где-нибудь там перейти дорогу. А вон там, кстати, есть светофор для пешеходов. Я сейчас воспользуюсь им. Перейду дорогу и уже буду там двигаться дальше. Классный светофор сзади, короче. Сейчас был только что секундомер 5, 4, 3, 2, 1 красного. И снова начал с 90. Тут, блядь, зацикленный на красном свете. Я взобрался на мост. Уже полдела с деревом. Тут идет пешеходная специальная дорожка, на которую я взгромостился. Река довольно красивая. Это одна, первая из трех больших рек, которая будет пресечена мною в ходе этого путешествия. Она прям непосредственно впадает. Она непосредственно впадает прямо в море. Тут вон фаркуются, токаются большие корабли. Река называется Тачин. Следующая крупная река будет километров через 35. Она называется Мейклонг. Мейклонг. Не путать с Меконгом, по которому я сплавлялся. Меконгом в другой немножко стране, в Лавосе. Фух, класс. Главное не пропустить момент, когда мост пойдет на спуск, когда пойдет на кат. Иначе я не смогу уже остановиться. Я не настолько хорошо торможу. И мне здесь просто на такой дорожке не хватит ширины, чтобы тормозить плугом. Поэтому я сейчас доеду до того места, когда начнется прям такой спуск. И буду цепляясь за перила руками, просто спускаться ходом. Но речка красивая. О, класс. Здесь прям покайфовать. Покайфовать самое то. О, я уже набираю скорость. Не-не-не, ребят. Надо вовремя, надо вовремя останавливаться. Плохо заметен спуск. Так. Нет, все, теперь медленно снова. Высота довольно приличная. Здесь не видно, я не знаю. Ну, метров, наверное, 20 лет, около того. Прыгать я бы точно не стал. Татчин. Первая крупная река. Да, я думаю, сегодня или вплотную дойду до следующей реки, или же немного не доходя, но или даже пересеку ее. Потому что сегодняшний мой путь примерно будет вот по такой трассе пролегать. Плюс-минус. И вот уже дальше я с этой трассы, наверное, день мне сегодня еще ехать. И дальше уже я с этой трассы сверну на маленькие дороги. И я не знаю, сегодня или завтра, это вот будет интрига сегодняшнего дня. Не уверен в этом. Я уже доберусь до моря по-нормальному. Хотя море, оно вот недалеко, оно вот там где-то буквально. Буквально вот-вот. Это уже дельта реки. Так, ой, я вижу там лестницу, это прямо шикарно. Не надо... Лестница, это спасение впереди. Не надо будет мне спускаться там, сыплять со ската. Иначе это просто мне верное, верное урабатывание в хлам. Ох. Так, ну классно. Народ вон живет прямо на берегу реки. Кто-то на берегу реки живет. У кого-то прямо дома большие, у кого-то помельче. Ну, прикольненько здесь. Вид хороший. Я сейчас, наверное, здесь даже просто постою. Вот и водички, и дальше двинусь уже. Немножко по трассе придется, ничего страшного. Из города практически я выезжаю. Время 8.58, полчаса в пути. До следующих включений, дамы и господа. Пусть продолжается. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А вон полиция. Интересно, меня остановят? Интересно, меня арестуют или просто остановят? Или сейчас двойная такая? Или я типа за пешехода? Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Все, можно идти? Нет, не задержали. Отлично. Спросил, куда я еду. Ну, слышно было, наверное. Ух, чуть не упал, надо отдохнуть присядь. У меня сейчас перейти эту дорогу надо будет. И дальше двигаться. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Пожалуйста, 91 полный пак. Большая часть пути, конечно, проходит либо трасса, либо такой вот ребристый. Ребристая пешеходная дорожка такая. Я выбираю более безопасный путь, хотя он более вибромассажный для моих ног. Тем не менее. Я надеюсь, что сейчас начнется что-нибудь подобающее. Ну, по крайней мере, вот это все длиться будет точно не все время. Не весь путь. Это, наверное, самый такой отстойный отрезок, который надо преодолеть. Позже я сверну с этой большой трассы уже на более мелкие, на более красивые. Ну, это тоже часть дороги. Часть путешествия надо преодолевать. Стрит-кейтинг. Сегодня день стрит-кейтинг для такого. Сейчас. Сейчас. Ты что это тут лаешь, а? Разлоился тут. С собаками разговариваю постоянно. Объясняю им, кто они такие, где их место. Вот. Положено ли им деплать или не положено. В общем, вообще не хватает по дороге. Первая передышка. Фух. Время 10.9.51. В пути уже больше часа. Немного углеводиками. Но я, короче, периодически буду нездоровый, питаться пищей. И напитки пить. Периодически здоровый. Вот это сейчас нездоровая тема. Но очень мне нравится. Моя любимая. Много лет в Таиланде продается чай Оши с медом и лимоном. Вот. Я так вообще хотел натуральный сок какой-нибудь. Но что-то не особо пока. Вот. Заехал на заправку. Заехал на заправку с народом. Тут сижу тусуюсь. Сейчас двинусь дальше. Закончились тротуары. И, видимо, немножко по трассе придется проехать. Немножко километров может быть 20 даже около того. В общем, двигаемся, двигаемся. Пока все в порядке. Жары нету. Погода отличная на небе. Ну, здесь не видно, конечно. Но там, в общем-то, облачно все. И дождя особо не намечается. И солнца нету. Что вообще классно. Но я все равно весь, конечно, потом исхожу. И очень жарко. Но это нормально. Потому что в движении с чем силы есть, все нормально. Чувствую себя отлично. Двигаемся. Самый, наверное, опасный участок пути здесь, где приходится по трассе ехать. Потому что боковая дорога уже грунтовка. И она длительное время идет. Там невозможно передвигаться. Но здесь на трассе выделенная полоса. Поэтому, если оглядываться, аккуратненько двигаться, я думаю, все нормально. Вот. Где можно, я сворачиваю на заправки. На всякие, блин, эти самые боковые дороги, если в какой-то городок попадается. Фух, ну здесь хотя бы накат. Иногда бывает, что вот эта боковая хрень, она тоже вся в песке. И приходится пробираться. Как, блядь, как просто хромоногий тюлень. Сейчас только что выключил предыдущее видео. Как сбоку подъезжает машина, высовывается ребенок и протягивает мне две бутылки воды. Блин, я только одну взял, мне две-то некуда, блин, уже засовывать. Вот. Второй раз просто сходу, практически, у меня с машины... Нет, первый раз мне с дороги, с обочины... А второй раз просто машина сбоку подъехала. И мы параллельно двигались, они мне передали воду. Это, конечно, очень позитивно все и весело. Попить так. Я сейчас выехал тут на не очень хорошую дорогу. Предпочел. Фух, жесть. Вон оно что. Вся избитая. Видимо, придется опять на трассу выходить. Много общения по дороге, очень много общения. Все кричат, что-то машут. Это тоже классно, прикольно. Прям чувствую себя, как будто я в Лаосе на байке путешествую. Но здесь байком никого не удивишь. Так. Не-не, давай-давай-давай. Я его машу, он мне машет. Типа пропускает. Ну ладно. Здесь просто мне долго... Мне долго вот по такой дороге сейчас шкандывать. О! О! Это очень страшно. Это очень страшно по такой теме. Надо аккуратно. У меня просто ноги заплетаются на этих буератор. Аккуратность. Вот что главное. Так. Стопочки. Фух. А вот теперь надо ехать ему. Или мне... Ну ладно, все. Я поскакал. Надо только бутылку куда-то уже. Бутылки уже девать некогда. У меня их три штуки. Надеюсь, больше не передадут. Все, погнали. Снова. Опасный участок, как зеркало заднего вида, буду использовать камеру. Дальше. Сегодня я должен расправиться с этой трассой. По крайней мере, почти расправиться или совсем расправиться. И двигать дальше. Дорога с песком, блин. У меня еще летят камни мелкие у машины. Я слышу просто постоянно, как камни, которые отлетают от роликов, попадают в другие машины. Я слышу такие маленькие щелчки этих камней. Ну извините, ребята, у вас тут дороги такие. Я знаю, что по русским правилам отлетающие от колес всякие камни не являются ответственностью того водителя. То есть это как по огрехе дороги. Не знаю, как в Таиланде именно по правилам, но по логике тоже так, что должно быть. Ах, ненавижу кровей! Черт его побери! Мать его иною! Ядрит его Малахай! Обычно дорога норма, но Гравий, конечно, это подстава всегда. Все, скоро будет поворот. Ненавижу большие трассы. Я даже на байке ненавижу на них ездить. А уж на роликах-то тем более. Вау, что я вижу! А на роликах можно в вагоне кататься, интересно? Так, здесь дверь закрыта. Смотрим в другой стороне. Там открыто вроде. Посидеть в вагоне, отдохнуть. Обычное дело, если вы путешествуете на роликах и видите, какой-нибудь вагон стоит. Но почему бы и не зайти вовнутрь и не отдохнуть, и не покататься на роликах внутри вагона? Это же ведь единственный, возможно, шанс в жизни кататься на роликах в вагоне. Так, в вагоне тяжело на роликах кататься, ну ладно. Специальная штука сделана, чтобы я не уехал далеко. Всем привет из вагона. Я на роликах. Все как обычно. Движение продолжается. Сейчас я тут отдохну, посижу. Мне здесь нравится, потому что здесь солнце не печет, нет пекла. Сейчас оботрусь, наверное, еще тряпочкой своей волшебной. И кремом намажусь. Все классно. Время? 10.21. Я еще вчера, в это время, я еще бегал по Бангкоку, искал от собак. Искал собака-отпугиватель. Так что еще я, можно сказать... Не сказать, что устал, но я могу еще столько же проехать, как минимум, сколько сегодня уже прошел. Сейчас я, наверное, буду смотреть по карте, сколько это всего. Первый раз за путешествие немножко я решил отступить от генерального плана. Дело в том, что я ехал по второстепенной дорожке вдоль шоссе и пропустил свой, так сказать, съезд на шоссе, там мост. И теперь я должен был либо возвращаться на шоссе, либо свернуть и объезжать эту вот речку, которая сейчас идет сбоку. Ее, наверное, сейчас не видно, она вот за домами. Объезжать речку, которая идет сбоку. Мне немножко нужно будет, может быть, километр-два проехать вот по этой вот классной, пустынной, не шоссейной дороге. Это такой кайф, на самом деле, по сравнению с шоссе. Где там то гравийка? Я еще просто не рассказывал, не снимал это. Но там просто какая-то жесть кинза-дза происходила. Местами я просто вот пешком ковырял, потому что по бочине шла гравийка. Больше пройти негде и машины везде несутся. В общем, Адово было. Фух. Здесь наконец-то пустынная дорожка. Вот я вижу эту речку. Вот она идет, там немножко мелькает с домами. Я доеду... У меня сейчас есть варианты. Либо вообще сейчас ломануться адово просто нафиг в объезд, суперобъезд, и я где-то полпути до следующего города буду ехать не по шоссе, но объезжая и затрачу я гораздо больше времени на это дело. Либо свернуть сейчас на первом попавшемся мосту вправо, где-то он через километр будет, и вернуться обратно на шоссе. Я решил, что я сейчас вот просто проеду здесь, посмотрю, как оно вообще тут. И если мне понравится, я продолжу адовые объезды, пусть я больше времени потрачу. Но ничего страшного, это путешествие оно для кайфа, а не для того, чтобы побыстрее прийти к финишу. Поэтому будем сейчас... Я уже сейчас вот просто вот свернул и еду и склоняюсь к мысли, что мне здесь нравится. Мне очень нравится здесь. Она простая дорога, не чувствуется такой опасности большой. И я вижу тут, по крайней мере, какие-то натуральные места. Собаки меня боятся уже, они чувствуют, что... Они уже чувствуют, что я с такими кадрами умею справляться. Здесь, конечно, дворы, здесь вот он первый мост. У меня есть маза до второго доехать, я поехал в объезд. Первое отступление от генерального плана, наши авантюры продолжаются. Тем более, что там какой-то мелкий городок должен быть. И у меня есть также сейчас время уже... Перед обеденной начинает печь адово. И, соответственно, 11 время. И у меня по плану здесь сейчас как-то переждать самый пеклочоз, солнцепёк. Как-нибудь... Ну и нужно уже поесть обязательно. Хотя есть не хочется, но все-таки эту часть генерального плана я должен соблюдать. Потому что есть нужно обязательно, нужна энергия. Я все-таки работаю как бы. И мозги должны работать. Все время должен чувствовать, быть на страже, так сказать. Удить и катить. Вот. Поэтому я сейчас доеду до того городка спокойненько. Посмотрю, где там можно присесть, что-нибудь поесть. Типа макаронов, каких-нибудь углеводов. Что-нибудь для энергии. Ну, нормального такого, длинных углеводов. И будем дальше думать уже. Значит, мне нужен второй, я так понимаю, мост. Я сейчас буду по карте уже сверяться. Потому что у меня в голове сейчас точно нет этой дороги. Потому что она как бы немножко не по плану. Но, тем не менее, я двигаюсь примерно в нужную у меня сторону. Правда, вот сейчас это я немножко еду в объезд. Я отдаляюсь от трассы, по которой мне надо. Потом я буду двигаться какое-то время вдоль трассы. А потом какое-то время я буду двигаться... Снова к трассе и снова выезжать на трассу. Но по трассе мне все равно еще придется сегодня прокатиться. Ну, я отдохну еще. Сейчас у меня... По физическим ощущениям, ну, вообще настроение классное, все отлично. Конечно, есть усталость, я уже второй день иду. Но это как-то нивелируется тем, что я вот в путешествии, тем, что сейчас виды красивые. Я вот смотрю просто места, где я не был никогда. Это как бы новинка. Новизна для мозга, она дает вот настроение, дает классное ощущение. Ну, и плюс позитив. Общение с людьми. Ну, такое, как бы вымахать рукой, но все равно прикольно. Фух. Да, здесь такие вот провинции, а я свернулся совсем в провинции от трассы. Фух. Уже тут гады поют, я слышу. Здесь помы, и все, природа началась снова. Так, у меня сейчас, наверное, по пути должен встретиться еще один мост. Фух. И там надо уже посмотреть на карте, там много развилок всяких, нужно их не пропускать. Вот, и буду смотреть какое-нибудь кафе. Я думаю, что сейчас в какой-то город я должен приехать. Городок, точнее, городок. Город-городок. Так, вот тут я вижу показатели. Видно их, нет? Ну, мне направо. Это я точно знаю. О, какой-то есть там сворот, вот я вижу впереди. Ой, страшно. Саворот впереди. Сейчас, видимо, по мосту пройдем, посмотрим. Ну, это речка мелкая. Так, большой подъем, но подъем это не так страшно, как спуски. Спускаюсь я предельно осторожно просто. Как будто запускаем шаттл в космос, все перепроверить. Супер перестраховаться. Так, моя развилка. Развязка преодолена. Второй мост мой. Ух, тут подъемчик. Вау, 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 вау. Ух, да уже. Не первая свежесть у меня. Ух, не первая свежесть. Там даже озеро какое-то позади. Не-не-не, спускаться я буду. Конечно, не с разгона. Там еще спуск такой. Сейчас прячу камеру. Ух, на самом столе тоже буду стоять. Прячу камеру, спускаюсь аккуратненько, держась за поручни. О, домик тут вон завалился уже. Видимо, такой бесплатный отель мог бы быть, если бы я сейчас уже собирался оставаться на ночлег, но нет. Я пока не собираюсь. Ох, прям так плотненько я поработал сюда в подъем. Ладно, едем дальше. Сейчас я буду карту смотреть. Я буду спускаться. Много приключений. Впереди, к сожалению, снять я не смогу. Мне нужны свободные руки. Больше свободных рук. Только я спустился, только я спустился, и вот сразу вижу какая-то классная кафешка. На виденном берегу озеро. Сейчас посмотрим и зайдем. Я, как обычно, по традиции кафе только на роликах. Только на роликах. Назаденько. Так. Опа. Чего корабли есть? Может, на кораблях как-нибудь? Да, он, видимо, не плавает. Холоди-ка. Ух. Все, садимся. По доскам кататься стрёмно. У меня по плану каждый день, видимо, получается, что раз в день я должен снимать эти ролики, чтобы ноги отдыхали. Все-таки надо, чтобы это приходило. Сейчас у меня, видимо, такой долгий перерыв, в смысле того, что я где-то, может быть, часик посижу, может быть, два. В любом случае, надо поесть. То есть, сейчас как раз по плану солнцепёк по-погодному. Я буду его немножко переживать, но делать полезные дела. Отдыхать ногами, тайфовать, расслабляться. Смотреть на озеро Квасное, на берегу которого расположился данный ресторан. Класс. Ощущения офигенные на самом деле. Хотя я уже второй день путешествую обычно, крышу начинает сносить где-то на третий день, когда ты ощущаешь, что ты вообще, блин, не в том ритме жизни, в котором ты обычно живёшь. То есть, ты где-то, блин, оторван от мира, ты что-то делаешь, ты куда-то... Ну, это как бы такой вот капель путешествий, психоделический он такой. Тогда ты совершенно... Мир меняется. То есть, он меняется в плане того, что он изменился. Изменялся и в плане того, что он ещё и постоянно меняется у тебя. Ооо, непривычно опять ногам на глаз. Хорошо. Значит, где-то час-два отдыха, час еда, кайфон, расслабон. И я снова выдвигаюсь. Буду сейчас, наверное, сидеть и прикидывать, по какому маршруту мне двинуться. Озеро такое замечательное. Ну, в Таиланде много таких кафешек. Они любят вот с хорошим видом, где озеро. Купаться. Я уже думаю купаться, но, наверное, я всё-таки дождусь моря. Не буду сейчас загадывать. Здесь вода, я смотрю, такая мутноватая, грязная. Всё. Там иллистая. Тины много. То есть, как бы при всём желании, при всём экстриме искупаться. Только если бы тарзанка была, тогда я прыганул. Тарзанки нету. Здесь что-то с рыбалкой связано. Никто не купаться. Я дождусь моря и там уже оторвусь по полной программе, я надеюсь. Вот поэтому сейчас у нас по плану соки, еды, отдыхи, кайфушки и расслабушки. Сейчас мы протестируем одну интересную штуку, которую я здесь нашёл. Старинный, ну может быть не старинный, музыкальный автомат. В общем, всё это приставление стоит 10 бат. О, заработало. Здесь есть птица. Да. Не знаю. Или так, я до меня всём дымюй. В общем,知ами. Ага-яга. Таня-яга. Ну ага-яга. В общем, я всём дымюйте. Всёocyкна. Всё. Всё. А этот чувак по башке получает, что ли, за что-то от деда. Он, значит, ему деду молится, а этот его по башке лупасит. Так, ну что, я где-то час здесь отдыхаю. Сейчас двигаюсь в путь, вроде наметил дорогу. Сейчас буду пробираться в сторону железнодорожной станции. Есть, конечно, большие сомнения, что там будет хорошая дорога, но сейчас рискнем, авантюра продолжается. Если там будет норм дорога, то я какое-то время поеду не по шоссе, а в объездную мелкую дорогу. Если там будет грунтовка, то придется возвращаться на шоссе и идти там, как Саша по шоссе поеду. Вот, в общем, сейчас посмотрим, повезет, не повезет. Авантюра продолжается. Ну, примерно час я отдыхал, в общем, и ноги отдыхали. Больше уже сидеть скучно, я решил двинуться дальше. Мне еще предстоит авантюра старая-добрая, потому что мне нужно сейчас будет первое падение, но не сильное, слава богу. И даже можно не назвать падением, просто немножко запнулся на выезде с дороги. Надеюсь, это будет единственное падение. Я упал прямо на этом, на одну коленку, на наколенник. Вот, вообще ничего не почувствовал, на самом деле. Может, я даже не считаю, что это падение было. Сейчас едем. У меня будет две развилки, будет одна налево и еще одна налево. И будет еще один мост. Я должен приехать на железнодорожную станцию, там будет дорога вдоль железной дороги. Есть подозрение, что там грунтовка. И тогда, тогда жопа, тогда надо будет решать, либо спешиваться и грунтовку перейти. Там буквально две-три станции железнодорожных. Ну, порядка часа, я думаю, пешком. Либо, либо мне повезет, и там не грунтовка, и я на роликах смогу преодолеть. Фух. Либо мне совсем, либо я решу, что надо возвращаться на трассу и вернусь на трассу. И относительно недалеко, где-то на километрах, наверное, вух, сейчас. Так что, получается, сейчас не такой небольшой променад вглубь жизни. Тайской. Вот. Ну, как бы в обед немножко облака разошлись. Хотя сейчас ветер дует. Солнечно, тепло, отлично. Ну, конечно, припекать сейчас будет. Я только выехал еще, пока не почувствовал. Намазался, естественно, кремом. О, снова ход. Так, ну, я вот так вот не размялся. Ну, я думаю, что я час отдыхал, что-то мне успел остыть как-то. Как следует. Хотя, конечно, надо разминаться перед каждым разом. Чтобы ничего себе не потянуть, не растянуть. Разогревать мышцы. Так. Ну, вот я сейчас просто в деревне еду какой-то. Просто. Это классно. Вот это мне нравится. Я люблю тогда путешествия. Есть разные типы местности. Есть деревня, есть... Ну, что ты, пес? О, добрый какой-то. Рукой мне помахал. Там пес, он сзади. Вот, есть псы все-таки добрые, хорошие. Прям так мне рукой, чувак. Вот. С хорошими псами я по-хорошему, по-доброму. Так. Короче, сельская местность. До этого был адский просто оффроуд. Настоящий. Я часто приходилось просто пешком на роликах. Это было ралли. Хотя трасса номер 4 большая. Но для меня это был оффроуд, потому что по самой трассе я не мог двигаться. Пришлось идти по обочине, но обочина была просто в гравийке вся. И были такие участки, когда я просто ковылял так пешеходиком. Здесь вообще кайф. Здесь машин нету. Деревня. Собак тоже, кстати, особо нет. Деревня. И вот я чувствую, когда я обычно в путешествии многодневные, начинается снос башки в какой-то момент. Ну, на байке там обычно день второй, третий, третий, четвертый даже. И ты уже потом все, у тебя крыша где-то улетает, и ты уже без крыши. Сейчас я вот чувствую, что наступает вот этот момент. Но вчера был первый день, я вкатывался еще. Толком ничего не успел понять, что я, где я, зачем вообще. И сейчас вот уже начинается какая-то тема, что мозг уже начинает понимать, что да, путешествие, так. Что-то уже не то, что обычно происходит, блядь. Если на работу не ходишь, что, куда вообще, ты что делаешь, эй. А я еду, я еду на роликах, вот что я делаю. Ну, это в этом хай, сейчас как бы, вот, как бы полет на другую планету происходит. И мне нравится это ощущение. Для этого, можно сказать, я так вот и стараюсь путешествовать. Так, лежачие полицейские здесь встречаются. Ну, это не особо такая большая проблема. Вообще не проблема, на самом деле. Просто к тому, что нужно все-таки внимательно смотреть. Деревня. О, как классно здесь вообще никого, не машин. Покрытие, ну, все-таки еще вибро, вибро-покрытие. Наверное, надеюсь на лучшее. Кстати, лучше наверно вряд ли будет, но если будет вот такое, всю дорогу вдоль, вдоль железной дороги, то это будет большая удача, сейчас посмотрим. Ну, 50 на 50. Я подозреваю, что у меня даже меньше 50% шансов, что там будет нормальная дорога вдоль железки. Ну, ради риска, ради интриги подвинемся на домик красивый. Так, озеро тут справа. Классно все-таки, что на роликах можно снимать все во время езды. Я сейчас на гравику прям въехал. Резко началась. Не то, что это же гравийка, но вот щебенистость. Повышенная щебенистость дороги, будем так это называть. А вот здесь, наверное, рыбу разводят. Такое прям болото. Топ-кудов там рыба есть. В Таиланде в любой луже есть рыба. О, тоже вроде деревня, деревня едешь. Раз, там какая-то кафешка. Ох, у меня-то щебенистость тут аска. Так, первая развилка мне налево. Я запомнил. Две развилки больших. Раз налево, два налево. И налево. О, тренажерка. Как тут так мне крутить? Вот, тренажерка прямо на берегу озера тоже. Все-таки вот я сейчас свернул, и вот пошли интересные места, где классно покататься интересно. Развилка впереди. Вот пошла накатка. Не то, что я там шкангупал, блядь, в этой гребаной трассе. Вообще рискованно, неинтересно. А здесь крутяк. Хорошо, что я заехал. Вот и мост пошел. Ох, 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 сейчас начнется. Это пипец. Сбираться, это, конечно, одна тема. Но я все-таки, я все еще не рискую спускаться с таких мостов. И правильно считаю, что делаю. У меня большой шанс просто убраться как следует. Очень большой шанс. Там неизвестны еще какие-то прикрестки будут. Я не затормозить не успею. Да с такой. Тормозить я умею. Но не так прям супер классно, чтобы рисковать вот это убираться. Я сейчас сберусь на роликах. Это я могу. Поэтому я уверен. Хотя это, конечно, тоже непросто. Но это как на лыжах в горке. Это как на лыжах. Это норм. А вот спускаться я буду уже аккуратно и без камеры. Извините, конечно. Так вот эта речка большая. Дальше будет еще развилка. Мне надо будет налево. До ЖД-станции. Ну, конечно, мысль, но это не совсем честно. Но на ЖД-станции три станции проехать. Но пес его знает. Так, главная речка. Цапли я там вижу. Так, как бы еще так не обракинуться-то. Я так стою в перила немножко ниже, чем моя задница. Будем называть вещи своими именами. Ну, это как бы часть реки, на берегу которой была такая фашка, в которой я так что отдыхал. Так, чуть обратно. Что там поговорить, я слышу. Если норм, то радуемся и едем по ней. Если нет, думаем либо пешком по плохой дороге, либо на поезде. На поезде как-то не нравится, не совсем честно все-таки. Хотя, ну, там электрички, маленькие станции. Короче, не знаю. Посмотрим. Если будет интересно выглядеть, то поеду. Ну, как бы выглядит, что это будет интересно. Как это сказать? Если нет, значит в жопу. В общем, решим. Сейчас надо доехать. Главное спуститься вначале. Так, вот я приближаюсь к железке. Сейчас будет момент истины. Ну, во-первых, мне, видимо, сейчас не налево. Я знаю, что вот направо должна идти эта дорога, маяк. Так, направо вдоль железки. Отлично пока все идет. Надеюсь, она не... Ой, блин, я вижу, что кажется, у меня проблемы Хьюстон. Так. Здесь-то она норм. А вот дальше все. Короче, сейчас принимать решение надо. Она дальше так и будет, много километров. Вообще не варик по такой двигаться. Ну, ладно. Наверное, сейчас поеду в сторону шоссе. Прокатился по деревням, да и хватит. Посмотрю сейчас по карте. Проеду в сторону шоссе. Обратно. И уже по шоссе. Напрямок. Продолжу свой путь по генеральному маршруту. Хотя мне, конечно, здесь понравилось двигаться. Но, к сожалению, вот если бы такая вот дорога была, это была бы вообще удача и счастье. Придется выходить на шоссе. Там просто полный отстой. Но вот это все не такой день. Это вот сейчас у меня просто маленький отрезок радости и счастья на такой дороге. Сейчас я выхожу на дорогу, и там будет боль, страдания. И, в общем, все будет плохо, на самом деле. Потому что там двигаться сложно. И где-то километр двадцать мне там еще надо будет профигачить. Только потом я там доеду до города, еще там сколько километров. Короче, где-то километров через сорок уже начнутся вот такие нормальные классные дороги вдоль моря. И там уже вплоть до Хуахина. Ну а пока что, пока что... О, кто там у нас? Змея или ящерца была в кустах свалила. Потому что это какая-то крыса. Так. Так, маленькая речка, маленький съезд. Фух. Снова спуск этот гребаный. Сейчас вот заперил, и уже так не ухватишься. Потому что они раскаленные. Не, ну, единственное, что, конечно, надо вот так как-то держать. Они прям раскаленные. Как же съехать-то? А там еще такой этот бордюрчик маленький. Не то, чтобы бордюрчик, но все равно. Ладно, я хотя бы сейчас половину проковыляюсь. Вон до конца перила. А там съеду, там уже не так много, не так сильно беру. Заодно мне карту еще надо посмотреть будет в теньке. По-моему, что-то я какую-то вообще глушь заехал. Прям как я, как я обычно и люблю. Такое ощущение, что это даже вот не дорога, а у кого-то прям на участке я еду. Какие-то домики, заборов даже нет. Чтобы встретилось мне за все время пару байков. Так, вон машина на разгоне двигается. Так, ну, похоже, мне куда-то сюда. По карте я смотрел. Сейчас вон там развилка впереди. Мне направо, а потом двигаться по этой дорожке. Да, все верно, я иду по фарватеру. По этой дорожке мне... В общем, ехать до самой трассы. И там как бы уже пылиться. Пыли. Да, я вот смотрю храмик тут. Я люблю такие храмы, которые где-то затеряны. Если туда будет асфальтовый где-то, можно будет заехать. А если нет, то, значит, нет. Значит, так посмотрим просто. Там вон дети. Поедем, поехали к детям, посмотрим. Дети, это всегда классно. Вот они удивятся. Им же надо учиться, правильно? Дети учатся, когда... Люди учатся, когда видят что-то новое. Поэтому, если я сейчас приеду, они, возможно, увидят что-то новое. Так, вот я сейчас заезжаю в храм. Сбоку это захоронение. То есть, кремированы, видимо, монахи там или особо почетные жители. О, так, у меня, кажется, проблемы с накатом. По-моему, колесо не катит. Да. Колесо не катит. Ладно, я сейчас доеду. До Тинька. Да, левый ролик явно с ним что-то случилось. Сейчас придется ремонтировать. Это школа, что ли? Да, с левым роликом проблемы. Надеюсь, получится отремонтить. Я в школу попал. Еды, что ли, предложили? Так, ладно, сейчас будем ремонтировать ролик. Какие-то проблемосы. Левый прям не катит. Сейчас будем смотреть. Короче, что-то с роликом. Какой-то из колес. А, вот, раскрутилось. Вижу. Прямо заднее что-то жестко раскрутилось. Я надеюсь, ключ, который я взял, пригодится. Ее подойдет. По-крайней мере, сейчас я ключ достану и попробую это все закрутить, прям даже не снимаю роликов. Кстати, как вообще тут все выглядит. Сейчас покажу. Куда я вообще заехал? Я не знаю, это храм. Я заехал точно в храм. Может быть, а, сегодня праздник. День рождения короля вроде бы. Вот. И народ, конечно, отдыхает, празднует. И вот в храме тоже, наверное, какие-то мероприятия. Кстати говоря, потому что Таиланд же это у нас королевство. Здесь король есть. И королева. Все как надо. Молосебное королевство. Но я уже поел. Они мне даже предлагали какую-то еду, типа как монаху. Я уже поел, поэтому, в принципе, я не сильно голоден. Мне только сейчас воду пить. Ладно, все. Я пока выключаю камеру, сейчас найду ключ. Попробую закрутить. Закрутить, потому что вот, прям видно. Наверное, хорошо видно, что отошло. Отошел колес. И он прям здорово, хуже крутится ролик. Поэтому сейчас будем решать этот вопрос. Так, пока сидел. Мне уже там успели виски приглашать. Список вещей, которые пригодились мне. Мне пригодился ключ, который я взял в Декатлоне. С роликами хотел купить, но мне что-то чувак пробивал. Пробивал, ключ так и не пробил. Когда я ролики брал. Неделю назад или сколько, полторы назад купил. Вот. И я потом специально поперся в Декатлон докупать, что мне там еще надо будет. И вот среди этого всего я докупил ключ. Специальный для роликов. И он сейчас у меня очень пригодился. Потому что просто, ну, отошел этот шуруп, как я не знаю, как это называется. Раскрутился. Я просто сейчас его немножко подтяну. И все остальные тоже более-менее подтянул, чтобы они тоже не раскручивать. Так, не хочу делать, а так. Как бы, по-человечье. В маленьких деревнях, вот смотришь иногда, чем меньше деревни, тем величественнее, красивее храм, прям как у нас. В церкви, в принципе, раньше тоже были революции. Какая-нибудь маленькая деревенька и огромный храм стоит. Сейчас очень мало, конечно, сохранилось. А вот у тайцев, понимаете, традиция. Что, перегоним? Обгнать и перегнать. Чувак, явно не сильно кайфанит на велике. Такая жара. Так, все. Ну, я по правильной дороге иду, по крайней мере, точно я иду в сторону... Hello! В сторону шоссе Большого. Дорога прочная. Доменомия не очень. Даже в жачи полицейские остались. Но двигаемся в правильное направление. Сейчас будет, я уверен, хуже, к сожалению. Сейчас будет шоссе, трасса вот эта. Ну, ладно, что, сегодня такой день. Сегодня вот надо этот участок, этот надо просто преодолеть. И там будет шоссе. Так, наверное, за путешествие вот сейчас я устал первый раз настолько, что я реально просто решил остановиться, потому что уже ехать было, ну, очень трудно. В первую очередь, потому что покрытие, отстойное покрытие обочины вот этого шоссе. Ну, я сейчас съехал, это съесть. Съехал я в такой закуток, сижу под каким-то мостом, как настоящий тролль под мостом. Сижу, отдыхаю. Ехать очень трудно. Смотрю сейчас и где-то, ну, чуть больше полупути я преодолел. То, что примерно сегодня, ну, до ближайшего следующего крупного города, от выезда сегодняшнего, я преодолел полупути. В общем, сижу, думаю, еще как быть, и пока разглядывал карту, увидел там еще... Увидел там, короче, съезд на другую дорогу. По-моему, там чуть подольше, но она все равно идет в сторону того города. И где-то, вот я думаю, через несколько километров, сейчас я проеду, сейчас мне нужно будет проехать до большого моста, снова до речки. Я проеду этот мост. И еще столько же, сколько до моста, после моста, и мне надо будет вернуть на трассу, по-моему, номер 2025. Я еще раз потом посмотрю, как это называется. Короче, трасса 2025. Мое сегодняшнее спасение вот от этого настоящего ада. От шоссе загруженного, где плохое качество обочин, где много машин, где очень-очень трудно катить, где еще и опасно. Я поеду по маленькой дорожке, там, скорее всего, тоже будет выделенная полоса, вот такая вот, боковая, для велосипедов, для байков. Но там будет гораздо меньше машин, я уверен, и должно качество дороги быть гораздо лучше. Если будет хуже, ну, что ж, вернусь и поеду обратно. Как бы нету четкого прямого пути в этом путешествии, все равно я опускаюсь в некоторые обходы, объезды, ориентируюсь на местности. Так и получается. Хотя я, конечно, по гуглу смотрел, там примерно генеральный маршрут намечал, но всегда можно лавировать от маршрута, тем более, когда видишь, что вот, ну, тяжело, тяжело по этой дороге. В общем, сейчас вроде я сижу минут 10 уже. Фух. Ноги чуть-чуть приходят в себя, конечно, они охренели, но я надеюсь, что вот этот вот отрезок я сейчас по шоссе проеду еще немножко, и там будет уже проще. Потому что, когда катишь по просто дороге, по нормальной, это отдых для ног. Когда катишь вот по этой керне, это просто жесть. То есть, вот абсолютно разный тип утомляемости. То есть, я вот сейчас ехал в деревню по маленьким дорогам, но это было просто вот, я просто катил. Я делал одно движение, ты катишь, потом одно, ты катишь, вообще не устаешь. То есть, тут абсолютно удовольствие. Здесь это испытание, это вот это реально испытание жесткое. Хорошо, что солнце не печет. Хотя очень жарко с меня, ручьями течет пот, но солнца открытого нету, облака, дождя нету. В погоде пока везет, но так как по сводкам я смотрел, по бангкокским, правда, завтра должна быть гроза в Бангкоке. Я не знаю, она до сюда дойдет, успею ли я достаточно далеко уехать от Бангкока, чтобы не попасть в эту грозу. Завтра после обеда обещают грозы, но об этом еще рано думать. В общем, пока будем катить. Сегодня вроде как не намечается никаких осадков пока что. Время 13.44 в пути, это я, значит, уже часов 5. И, детка, хардкор, сегодня уже 5 часов, я еще чуть больше половины дороги проехал. Я вот сейчас вот это осмысливаю и понимаю, ебарны твою душу. Но нет, нет, это кайф. Тем более, когда сейчас на 20-25 сверну, там 100 пудов будет кайф. Просто, просто вот все. Ну, надо добраться. Сейчас потихонечку все, буду добираться. Я тут, конечно, лимонадик. Я сейчас еще остановлюсь, может быть. Я, короче, уже 5 часов пути. Могу привалы делать каждые полчаса, каждый час. Сейчас прям могу. Сейчас прям еще 300 метров проехать, если там что-то будет, еще остановлюсь. Короче, свобода. Дайв, путешествие. Красота вокруг такая. Красотища просто, смотрите. Ох, на этой трассе номер 4. Какие виды замечательные. Да это же просто охренеет. Не пожилешь, чтобы поехал. Под мостом можно посидеть. Грузовики проносятся, блядь. Ну, все, что как раз я так и люблю. Все, что мы так любим и о чем боялись спросить судьбы, все нам она предоставила. Все, чуть-чуть отдыхаю и дальше катим. Будем сегодня лавировать по мелким дорогам, я надеюсь. Вскоре, 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 вскоре. Заехал в маленький рыночек. Я там увидел банан и как раз подумал, что мне будет очень круто сейчас банан. Проехал за Тецерл. Сейчас вернусь. Фух, как ноги не привыкли по гладкой поверхности ехать. Тут прям идеально. Вот бы так всегда. Но я надеюсь, я сейчас, вот мне еще немножко осталось. Я сейчас, кстати, еще раз карту буду смотреть. Мне осталось меньше километра до съезда. Это прям идеально. В идеале сейчас взять банан, воду и посидеть. Но воды, я так чувствую, не будет. Все-таки подарили мне два банана. Я думал, дайте два, продайте мне две. Нет, только клешню вот эту огромную за 35 бат. Это чуть больше доллара. Ну, я говорю, ну, нате 35 бат. Нет, ну ничего, не ругаюсь, конечно. Тисто нате. Конечно, давайте я куплю. Она мне дает всю. Я говорю, не, мне все не надо. Спасибо. Давайте я два возьму, а 35 заплачу. Все, нормально. И мне в итоге все-таки подарили два банана. То, что я и хотел. Полезно сейчас с фруктозом. Как раз у меня прям силы подходят на исход. Хотя я, в принципе, поел недавно. Народ смотрит. Там такой толстый мальчик сидит. Не знаю, видно ли это. Маленький толстый мальчик сидит за окном и смеется. Забавно чего. А я сижу за... Окупировал один из лотков. Наверное, сейчас кто-то обычно за ним торгует. Но пока он свободен, я разложился здесь. Обычный тайский рыночек такой. Видимо, сейчас я на подъезде к городу. Коль-то вот городов. Деревня. На этом деревне, видимо, будет перекресток, куда у меня будет свернуть на мелкую дорогу. Это очень сильно радует. Потому что я очень сильно устал от этого шоссе. Именно не сама езда изматывает, а вот нахождение на шоссе, вот качество дороги и так далее. Но я тут же повторяюсь, конечно, нахратно. Бананы, это тема. Новые какие-то вкусы у меня в этом путешествии. Просыпаются. Все по-другому. Гораздо вкуснее. Когда ты вот тратишь калории, действительно. Потому что на среднем месте в моей жизни ну, я выбираюсь, конечно, на выходные, куда-то там в такие трехдневные путешествия. Даже в основном. Ну, такое вот крупное. Давно уже не выбирался. Много-много месяцев. А даже, может быть, вот по масштабу я считаю, это как мой сплав помеконгу. Примерно так же я вот хотел этого. Как сплавится в свое время помеконгу, я примерно хотел этого, мечтал даже, можно сказать. Это моя мечта. Вот так вот, вот так вот шарахаться вот здесь вот. Просто охреневать. Это оказывается моя мечта. Потому что я реально задумывал на роликах еще года два назад, когда жил на Пангане. Но тогда я задумал путешествие в Малайзии. Например, с Куала-Лумпура до Пинанга. Смотрел все, прикидывал там какой маршрут, как там вообще ехать. Туда-сюда. Смотрел, смотрел, смотрел. В итоге поехал уже в Малайзию. Уже там смотрел, уже ролики присмотрел, покупать. Был в Куале. Ну, я, конечно, там поехал туда визу делать или еще что-то там. Макбук себе купить. Но, тем не менее, собирался заодно прокатиться. Но в итоге не поехал. Там были причины. То есть я там макбук купил, купил кеды. У меня уже денег мало оставалось на само путешествие. То есть впритык было. И снять было негде. Что-то такое. Вот полуфинансовые причины и половина того, что все-таки там не было таких вот специальных велосипедных дорожек. Ну, и здесь тоже нет, в принципе. Но там что-то как-то... Я так посмотрел, действительно опасненько. Но здесь тоже, кстати, опасненько. И, может быть, не менее. Я все-таки осознаю, да, тут... Ну, что я еду по проезжей части. Но я еду, конечно, по боковой виннике. Главное, самому не лажать, да, главное самому не падать, не разгоняться себе. Аккуратненько. Тут люди и пешком ходят вот так вот на своей линии. Так-то, в принципе, это нормально. Водители тоже спят. Водители там не едут. Машины там не едут. Байки очень редко там едут по этой линии. В этом все нормально. Сейчас, тем более, я сверну на более такое умение, когда у дороги будет все вообще суперпрекрасно. Ага. Мне бы еще где-нибудь холодной воде сейчас найти. Это вообще будет идеально. Прямо именно холодная, потому что моя вода, она вся нагрелась. Так, ну ладно. Кроме того, я буду карту смотреть. На карте мне сейчас надо будет вернуть направо. На трассу. По-моему, 20-25. Ну, короче, она с четырехзначным номером. А это значит, что это такая не ходовая, не очень большая дорога. И сильно надеюсь, что у нее будет очень хорошее качество. Она прям вплоть до следующего города доведет. Саму Цанкрана называется. Я в нем все-таки планирую сегодня до него добраться. Время два часа. Еще до темноты, до сумерек еще у нас четыре часа. Есть шансы добраться, хотя туда еще прилично ехать. Я чуть больше полпути прошел, по большому счету. Настя считает, что я немножко... Ну, я, правда, еще крюк дал вот с этой деревней, вот с этими там мостами. Когда на ЖД-станцию поехал смотреть, что там за дорога ведет, я дал крюк, естественно. Я мог сейчас глубоше пройти. Ну, что поделать? Я ничего не жалею, ни о чем. Все классно. Я так и планировал как-то. Иногда-то надо куда-то заезжать, не все, что по трассе ехать по прямой. Так и в жизни. В жизни я считаю, что есть, конечно, какой-то генеральный путь, и вот некоторые люди им следуют. Но это каждому свое. Все люди разные. А для меня, например, кайфово взять и где-то смырнуть. И только тогда у тебя будет шанс на что-то действительно необычное наткнуться и какую-то необычную жизнь прожить, и какие-то необычные события в своей жизни получить. Только тогда будет шанс. А вот, ну, нет, я не имею против ничего того, чтобы там отучиться. Работа, семья, пенсия, смерть. Это все как бы там солидный, хороший путь. Там предупрежаемая пенсия и почетные похороны. Но все-таки я вот люблю иногда сливнуть дорожки и так далее. Короче, вот такой кайф. Вот такой кайф. Скоро сворачиваем с большого пути. На маленькой дорожке поедем. Я надеюсь, там ждет что-то интересное, что там будет классно, прикольно. И погода останется такой же классной. Хотя вот сейчас напекать вроде начало, я так смотрю. Но, короче, все будет классно. Все будет замечательно. Такси, новый вид мототакси в Таиланде. Нормально. Коллеги. Войду. Хуахин. Вместе поехали. На этот раз едем над дорогой. Над дорогой. Пусть прошел, потому что я решил переехать это огромное шоссе. Пока еще могу. Ой, здоровье. Потому что вон там, где начинается мост, мне нужно будет повернуть направо. Там будет поворот направо, видимо, где вот этот вот завод стоит, что-то такое. Я решил сейчас сразу перейти. Мне, видимо, сейчас придется тут немножко пробраться. И там уже вот по боковой дороге я сейчас заеду. Ну, короче, меньше километра. Вот это все вот гребедень. Вот. И надо, наверное, сейчас будет туда добраться и по пути еще сайд-квест. Сайд-квест, то есть стороннее задание о, красивое озеро. Это холодной воды где-нибудь достать. В магазин я даже не захожу. В основном, конечно, в магазине easy достать. Но куда я вот на этом вот, а? Куда я вот на этом вот магаз? Так, ну что, мне предстоит спуск. И я, наверное, сделаю это не в стиле freestyle, order extreme, а просто спущусь аккуратненько по ступенечкам. И вот эту вот брезюку как-то, ну, по траве сейчас преодолею. Туда, и там, значит, будет поворот. Все, погнали. Так, спустился с моста и, короче, нашел даже не то, что холодную воду, нашел даже лучше содву. газировочка холодная. Это самый кайф. Я в детстве очень любил этого самого любимого напитка. А сейчас это просто суперкайф. Она еще очень холодная. Итак, у нас газировочные процедуры. Так, ну, вот она, похоже, моя трасса. 20-55, сейчас момент истины. Сейчас поймем примерно, какого она качества, потому что вот подход к ней, это вообще жесть. Просто. Я вижу, что она, по крайней мере, идет норм. Так, сейчас ощутим, 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 ощупаем ногами. Так, бац, 20-55, так, встал ровно. 20-55, моя саму Цанкран, 17 км, это то, вот, куда мне надо. Она туда сразу и ведет прямиком, без поворотов, без поворотов. Отлично. То, что нужно. Прям катит вообще. Спокойненько, классненько. Наконец-то. Но мне еще придется вернуться на какое-то небольшое время. Может быть, еще завтра. Лучше сапога, прям мощно. Это собаки упала. Собака прям накинулась. Ну, я так и думал. Я так и думал. С собаками будет проблема. Ладно, сейчас посижу, отдохну. Вроде особо не чусь, но может быть, какой-то максимум мушит какой-то. Чертова собака. Она прям вот накидывалась. Ну, я бы ей, конечно, дал. Ладно, отдыхаем. Думаю, что все нормально будет. Так, ну, вроде нормально. Ехать можно. В принципе, я прям так шляпнулся на мягкую часть задницы. Вот. Чертова собака. Ну, ладно. Живот. Так, ну, ехать могу. В принципе, боли нет у вас оба. Какой-то небольшой дискомфорт. Так что все вроде нормально. Я так посидел, просто почувствовал, что к чему. Максимум это, конечно, ушиб. Спасибо заднице. Так, ну, и надо постараться больше не падать. Собака внезапно просто, я от неожиданности даже шляпнулся, шляпнулся, внезапно слишком выбежал. Я тогда обычно их вижу заранее, если они там что-то начинают, а это прям выбежало и прям выпадать собралось. Надо было, надо было приделать шипы к сотой палке, чтобы ее в шипы падали. Так, ну, вот, видимо, вот пошла такая мелкая дорога, особо без машин. Правда, ребра вот эти вот периодически. И 17 км до города, куда я хочу сегодня попасть. Видимо, там я хочу сегодня переночевать. Вот. Едем дальше, катим. Сейчас начнется, наверное, какая-нибудь природа. Я сейчас подальше от трассы, если выйду. Она прям до города отлично это идет тема. Дальше от трассы красивее виды. Вот, пошли луга. Отлично. Луга, собаки, все, что мы любим. Так, отлично. Главное, чтобы все нормально было с задницей. Так, ну, дорога просто супер. Вот, я сейчас качусь, не чувствую даже, что я куда-то еду. просто идет накат волшебный. По сравнению с тем ужасом, что было на трассе. Ладно, я готов пожертвовать даже половину задницы. Пускай собака, пускай упал. Но сейчас я качу по охрененной ровной дороге. И это хорошая компенсация. Да-да-да-да-да. Ровтора, конечно, надо везти. Я что против. Так, но здесь не шоссе, здесь все медленно едут. Конечно, тут нет выделенной вот этой полосы для байтов. Но тачки здесь едут медленно, здесь сельская местность, поэтому я думаю, что все нормально будет. Да-да-да. Конечно. Вот, великих желают. Только сказал, что тачек нету. Целый караван, блин. Нет, вся вроде норм. Вот это накат. Класс. Я чувствую прям, как будто я на лыжах зимой по широкой лыжне коньком иду. Даже практически как будто бы с горки. Такое чувство. Класс. Вот сейчас вообще кайфово. Вот у меня видит. Вот сейчас кайфец. Вдоль воды. Отличная была идея съехать. 17 км, ну уже, наверное, 16 до города. Доезжаем. Время 14.41, 3 часа еще, когда начнет смеркаться. Ну, не буду, конечно, тоже сегодня упаровываться. Если я попал на следующий город, я, наверное, там будет и отель какой-то хороший. Мне нужен хороший отдых. После таких нагрузок лучше останавливаться в хорошем отеле с удобной кроватью, нежели чем просто где-то на подстилке, хрен поймет, где спать. Или вообще непонятно, где ночью ехать, искать отель. Если есть возможность, если будет, ну, заранее приеду. Ну, в общем, посмотрим самочувствие. Опять же, плана четкого нету, это хорошо. Таких путешествиях. Спокойно едем, не торопимся. Набираем лучше маршрут, самый интересный, наслаждаемся. Путешествуем. Я сейчас как экскурсовод просто какой-то говорю. Так, спокойненько едем, наслаждаемся, путешествуем. Справа вода, слева собаки нас кусают. Хеллоо. Так, что-то меня тормозят. Не так просто еще мне остановиться. Сейчас узнаем. Да? У тебя есть место? У меня есть место. У меня есть место. Потому что моя дочь в Семи-интернационной школе. Так, она должна интервью, как алипортер. О, окей. Интервью. Спасибо. Интервью, как же. Спасибо большое. Я просто попали, что-то попали. В Калатам, Амкова. Окей. И я не знал, не попали. Савадикап. Не попали. Не попали. Окей. 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 лук. Хай. Лук пай. Окей. Лук пайдаминит. интервью буду брать ну ладно я тогда отключить потом расскажу что там было пропустим большую машину взяли интервью у меня все отлично я рассказал что мы половину ответов были дурацкими но ничего страшного опускаем можно ехать так все меня все пропустили едем спросила какой главный фестиваль на стране какой главный праздник новый год какой главный фестиваль блин ну день победы а чё делают там я говорю ну пухают это школьница маленькая девочка у нее там интернациональная школа и дали видимо домашку взять интервью на английском языке и вот они достали нашли иностранца на такой захолустной дороге я конечно согласился естественно было очень интересно взяли интервью на видео сняли приколы все едем дальше вот он указатель скоро будет едем тихонечко так заняться про все я уже забыл что я падал в час вспомнил и почувствовал что да я падал немножечко но все-таки мягким местом ох сейчас вообще пошел пошла дорога очень гладкая но нужно быть аккуратным во первых собака может выбежать любой момент гоняться в любом случае коры короче не стоит при всех раскладах в общем пока что такие пейзажи кусты заборы как чё будет интересно я включу камеру закончилась вода у меня поэтому я решил воспользоваться этим и заехать в ближайший магазин взял водички фух дал шанс ногам еще отдохнуть потому что еще одна внеплановая передышка ног ух потому что уже чувствуется такая усталость усталость от роликов остается 14 км и дорога достаточно нагруженная хотя и пекло хотя конечно по бокам постоянно водоемы какие-то там кусты посадки но все равно чувствуется как на солнцепёк идешь это все тень не дает сейчас потому что сейчас время три дня и солнце она все еще наверху все-таки здесь тропе труб тропический климат и в три дня солнце здесь печет самого-самого чуть не зенит не зенита значит я мне повезло сейчас просто вода кончилась среди всей эту пустыня на маленький магазинчик отдыхать у меня время сейчас не лимитировано иду по графику 14 километров но думаю часика два спокойно езды мне точно хватит при этом я сейчас могу спокойно отдыхать я наверное сейчас электролита еще возьму там холодильник очень даже не помешает хорошая идея только что пришло внезапно ладно все отдыхаем мы 6 лет продолжается зрачки широкие уже нет не широкие ощущение как будто меня просто сейчас штыри по детки для каком-то каком-то таком нахожу сервистическом состоянии слишком много серотонина наверно вырабатывается от работы постоянные продолжаем наши кайфушки к покатушке время в почти 4 без 7 минут как раз 14 км вот я так что выехал даже немножко вздремнул сейчас вот прислушаться тишина и птички поют слышно поэт птички но дорога такая тоже не скажу что супер безопасная нету вот этой вот полосы практически нету для байка специальный и поэтому машины я еду по той же самым полосе что и машина но надеюсь ним недолго останется вот дальше там будут участки где все будет велосипедная даже дорожка раз специальная полоса выделена велосипед но машин читал очень много прям стал там слишком так машин много на дорога хорошая прямая она так и будет прямо до города идти просто вот эти вот ребристые хрени конечно надоедает ну ладно это гораздо лучше чем я под по трассе шел у 14 км всего 200 его мои аккуратно аккуратно сейчас уже просто ноги уставшие действительно я уже отдыхать стал почаще сейчас уже полежал снимала ролики и все равно нужно аккуратно потому что ноги уже так задубели ну сейчас главная цель сегодня это добраться все-таки до нормального отеля отдохнуть завтра свежие силы будут так вот знак велосипедисты пожалуйста это значит что здесь типа это знак я так понимаю предупреждение для водителей автомобилей чтобы они были внимательны то здесь могут быть велосипеды или такие роллеры как я в принципе я себя приравниваю к велосипедистам ну и на роликах тоже удобно на велодорожках ну и скорость примерно в принципе такая же так уже свежо хорошо пахнет вот отъехал от этих промзон от этих городов здесь уже свежачок навозом запахло ну ничего сейчас проедем вот эти поля я так понимаю это орошает рис уращивает птички там кунчат цапли да это видимо все будут рисовые поля но сейчас они просто спахнуты и залитые водой там просто грязь за мной велосипедистка но все-таки вот я конечно не по самому краю сейчас еду потому что тут невозможно по самому краю и опасно но страшновато движение все-таки блин достаточно достаточно оживленное ладно быстрее до города доехать ну как быстрее конечно как получите но хочется уже доехать до города там уже остановиться я все-таки ну перестраховываясь естественно все время оглядываюсь и пропускаю машины они все не кончаются и не кончаются так меня не отстает велосипедистка все-таки мы с одной скоростью едем отлично ну чё сельская местность поля вокруг что тут еще показывать по-прежнему трасса 2055 вот она вроде ровненько не хотел ничего здесь снимать на этом привале на такой сижу думаю сейчас как же я блин устал еще и первый раз я усомнился а реально смогу ли я доехать до хуахина потому что дико устал еще километров 11 у меня до города и такой думаю блять а это еще 11 мета города а потом еще я еще полпути не проехал а а сейчас сижу-сижу такой ветерок падут а кайфово стало думаю ладно включу запись просто скажу что мне так сейчас кайфово и классно все-таки как следует устать это тоже эта часть вот самая главная безопасность я помню когда справлялся на меконке тоже самые первые дни были самые тяжелые а потом как-то притерся и уже был просто как рыб в воде я надеюсь что здесь будет точно так же первый день тоже так же прошел я нихрена не понимал не оттуплял но что-то где-то сколько-то проехал не помню там километрах 20-25 сегодняшний день это уже на сороковку я дал так сказать замах и видимо уже почти сороковку на 30 точно проехал бабки не хотим еще учитываю крюк короче набираю обороты набираю ходы пока дороги не самые прям прикольные но я точно знаю второй половине пути там уже ближе к хуахину там велосипедные дорожки классные и там вдоль моря и все дела поэтому сейчас тоже еще такой сложный участок преодоление главное не расписать ветерок такой классный это просто шикарно сейчас в этих беседках нет нет да что-нибудь классное случится время 16-18 пара часов у меня есть и 10 километров ну то есть иду четко по графику до заката успеваю вполне чё вот собственно да так и хотел сказать так классно все классно отлично устал и все равно классно еще 10 км и я думаю поеду проедусь 35 км я приезжаю присаживаюсь пиво водичку еду дальше дорога жалко конечно вот из этой боковой выделенные полосы приходится время оборачиваться а еще немножко следим с дальнейшим развитием событий я только успел пожаловаться и пошла классная моя любимая боковая вот эта вот дорожка для велосипедистов конькобежцев и байкеров и теперь можно ехать спокойнее потому что машины они все-таки едут вот вне этой как бы волосы а здесь мы едем мы велосипедисты мотоциклисты и роллеры вот класс кайф 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 стал но еще километров 10 по ней спокойно не надо оглядываться и все будет классно также ну жалко что тени с моей стороны вот это немножко засадно конечно я по солнцу еду с другой стороны дороги не поделаешь будет и на нашей улице праздник чтобы была тень на моей придется пришлось бы ехать в сторону бангкока и это делать не хочу пока что все я въехал город уже прям ну точно город и школы тут и все дела и праздники и ярмарки даже проезжал уже настолько устал что уже просто на обочине остановился но здесь пока эта остановка и два навигатор показывает два с половиной километра по прямой до отеля мне просто нужно до это ковылять потому что уже в тютельку в тютельку силы на исходе время 17.30 то есть через полчаса уже реально темнеть начнет вот и как раз я прям и по времени и по силам тютельку в тютельку подбираюсь добираюсь но еще два с половиной км самый последний самый блин тяжелая еще по городу ну вроде спокойненько прокачусь дорога широкая здесь и пустая так что катиться легко два с половиной кмэ два с половиной кмэ два с половиной кмэ еще немножко фух немножко осторожно самое главное спокойно сегодня доехать это самая главная цель и будет отдых вот тут уже гламурные хипстерские кафешки пошли ну все я точно в городе в нашей в городе сейчас отель уже ближе к речке к речке по названию Миклонг как я уже говорил не надо путать ее с Миконгом потому что это совершенно другая река Миклонг довольно большая это вот вторая крупная река которую я буду сегодня вот был большой мост самый большой это был мост номер один вот через Миклонг это будет вторая крупная река но я не уверен что я по самому большому мосту буду там пересекать потому что я там я сейчас захожу в город немножко не с той стороны откуда идет большая трасса я захожу в город с маленькой дорожки в которую я в последнее время катил и поэтому ну и я напрямки к отелю захожу кстати что очень удобно а так пришлось бы у меня через центр пробираться но я так и так нам через центр проехать вот полицейский участок я сегодня уже сегодня уже пообщался с полицейским фух ну все я конечно снял ролики или не конечно а просто короче для отеля 100 метров мне просто перейти в Дальфюри Презвью там должен быть отель опять же нужно и Леву Орловну срочно передать пешеходный переход нету светофора для пешеходов что за хрень что за хрень короче это просто охренеть я не знаю как это рассказывать сейчас у меня ноги просто в хлам обалдели как отдельная часть тела они мне сейчас говорят Славик ты что охуел что ли как говорят мне мои ноги так я надеюсь меня не собьют сейчас ребята не сбивайте меня пожалуйста вот тут светофоры о радуга так сейчас я перейду дорогу и видно словата радуга 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 блин видно ее надеюсь что было видно потому что мне ну ладно блин не могу пропустить чтобы радуга не попала в это видео в это путешествие мало ли вдруг не попадется где же она милая радуга да вон она красавица радуга радуга отлично в общем фишка такая я только вот кстати и железка которая та самая железная дорога вдоль которой я собирался ехать фух дождик пошел я только снял ролики и сразу пошел дождь это просто все в тютельку в тютельку предел моих ног на сегодня вот уже солнце там уже тоже катится к закату радуга пошел дождь все тютельку в тютельку как раз к тому моменту когда я добрался а я уже почти добрался вот где то надо уже смотреть здесь будет отель не помню как он называется но их тут несколько сейчас наверное нужно подвести дорогу и вот напротив будет отель ооо фокинь но фиксит гир ооо это кстати фикс или нет сейчас модные велосипеды стали модное направление офигеть фиксируем бля я уже волочу просто пакет нет нет там походу в госпиталь снова рядом с госпиталем отель что ли будет даже у меня нет сил пакет тащить вот он самый сок всех путешествий когда когда все когда на пределе собаки моют так вот отель вот я вижу отель я у меня нет сил больше никуда идти выбирать я сейчас ой как раз ливень надо срочно переходить дорогу начался ливень вот это я удачно прямо до отеля хотя дождь для меня сейчас кайф но у меня просто я не хочу чтобы ничего не промокло особенно телефон так ребята давайте-ка я перейду как-нибудь и еще хрен перейдешь ну ладно я включаю камеру иду в отель вот он собственно надеюсь он работает и открыт иначе хана я не знаю короче ноги вообще израсходовали ресурс а я еще только полпути прошел я оглянуть я не знаю как дальше катить ну конечно я завтра будем смотреть ох я не знаю может быть если они будут ноги так же болеть или еще сильнее это будет прикол вот я только добрался а ноги они когда я иду они до сих пор не верят что я не на роликах они думают что вот я на роликах что я хочу короче и в мост поступает сигнал как будто я качусь но нет нет восстанавливаю сейчас я немножко просто полежу просто прям полежу потом надо поужинать обязательно ааа остановить энергию где-нибудь прямо здесь рядом и все будет хорошо хорошо ну и конечно крепкость дороги сон и завтра снова в путь ну посмотрим конечно ну а куда деваться то конечно в путь что я сейчас размышляюсь конечно я весь день стоял на колесах и я очень сильно устал сегодня я проделал мне 50 ну 40 больше 40 километров и это жесть и конечно это очень первый раз я так естественно вчера был первый раз я проделал больше 20 километров сегодня первый раз больше 40 и вот я первый раз в жизни больше 60 километров проехал может быть 70 даже так я думаю что примерно половину может быть даже больше я буду потом смотреть язык только у меня работает а ноги прям вообще все полностью я их прям чувствую полностью каждую клеточку ног особенно низ это не самое кайфовое ощущение скажу я оу оу они прям такие пульсируют ладно останавливаться будем все нормально еще видимо синяки есть на заднице когда я сегодня шмякнулся да зенек сегодня посложнее чем вчера ну вчера ой ну вот когда прямикога сплавлялся я тоже где-то на первый второй на второй на третий день я думал блин как я до конца дату я так уже заколебался на второй на третий день а потом нет вообще нормально стал там конечно физически было проще грести просто нужно было грести руками работать не так часто хотя здесь тоже не сложно просто ходить короче заболтался отдыхаю и дела делаю спокойненько главное доехал оооо хорошо почти половину пути ну будем считать что половина завтра уже будет море ооо как хорошо я наверно буду гулять вот так вот я хожу если что просто пройдусь сейчас для того чтобы показать это вот моя реальная сейчас походка чтобы просто было понятно я как такой старенький старичок сейчас зашел в отель внученька мне номерок мой сегодняшний ужин обычный ужин путешественника на роликах это суп с яйцами с жареным тофу с свининой вот такой вот лапшой ну конечно же так из нее это загущенная кровь цыпленка или может быть свини короче это кровь вот такая вот ужина ну я так и стараюсь плотно не ужинать не питаться на ночь но ужин и главное это завтрак вот так будет интересно наша постоянная рубрика стирка сегодня выглядит вот так тут такой опять ета бутылки условно завтрак который так поэтому тут что не а а а а